Вася, Ани заказал где-то на заводе, потому что такого уровня сделать, это надо на завод обращаться. Ваза, чайные сервизы, фотоувеличители. Все экспонаты комнаты датированы 1959 годом. Годом больших надежд, годом рождения Сергея Карипанова, директора музея Мир Времени и собственника здания аптека Крюгер, где ныне располагается экспозиция. Главным посылом, конечно, были события 1959 года. Впервые мы вырвались в космос, вернее в космос мы вырвались в 1957 году в спутнике, но ракеты, которые полетели дальше, три ракеты, они были в 1959 году. В 1959 году зародилось движение ССО, студенческие строительные отряды, которые сейчас активно возрождаются. Был запущен, на воду спущен атомный ледокол «Ленин». Помимо предметов, Сергей Карипанов коллекционирует, иными словами, объединяет и людей, которые так же, как и он, появились на свет в 1959 году. Вот так это будет выглядеть. Пока первые два, два еще в работе. Это вот доктор Кулик Юра, педагог Часовских Николай. Ну и так дальше пойдет. Если комната 1959 года уже может радовать горожан, то остальным еще предстоит обрести свое лицо. В планах у любителя истории разместить пространство особняка госпожи Крюгер и другие экспонаты музея Мир Времени, а также учебные классы, библиотеку, чайную комнату. В общем, дел хоть отбавляй. Дата окончания реконструкции сдвинулась. С 5 ноября этого года на 5 ноября следующего. Почему такие задержки возникли? Ну почему задержки? У нас за год было строили, если финансы были. Вентиляция, например, вот сейчас, которую надо еще сделать, пойдется в 3 миллиона. То есть есть средства, естественно, сюда вкладываете? Да. С точки зрения коммерческой, это идиотский проект. Просто я уже видел здесь музей в центре города. Закрыл глаза и пошел на это. И вот уже 7 лет Сергей Карипанов восстанавливает памятное здание за свои деньги. К слову, снаружи особняк почти готов. Ему вернули сочный зеленый цвет, который был у здания 100 лет назад. Уже летом этот забор уберут, территорию вокруг благоустроят. И здание предстанет во всей своей красе. И станет центром притяжения для барнаульцев, в частности фотографов. Фотосессии около старинного, колоритного здания станут более чем востребованы. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком.